всем привет и сегодняшнее утро мы начинаем на озере тоба остров называется тук-тук сейчас будем делать зарядку и просыпаться уже непосредственно вот в этой водичке но я думаю сразу прыгать не стоит надо проверить сначала глубину и разогреться соответственно искупнулся вообще по кайфу водичка классная просто теплая на улице прохладно и после нее кстати на улице очень даже тепло вот получается такие дома состоящие из четырех отдельных комнат и в каждой из них можно разместиться вот в данной секции по два человека есть места где побольше ну и соответственно по одному тоже и вот такие лежачки но не у каждого через один так коттедж находится можно просто полежать побалдеть посмотреть на вот такие виды открывающиеся мы вот здесь живем сегодня целый день до завтра 12 часов наверно пойдем покушаем и снимем байк вот такая у нас красивая территория вчера ночью мы не успели разглядеть вот в таком безопасном местечке оставили с охранником наш байк и двигаем к водопаду дорога была живописная но не такая прям длинная поэтому на обратном пути заснимем узенькие дорожки как будто для байков созданы такая живописная тропиночка ведущая к водопаду к первому мы даже не знаем пока название сейчас доберемся и откроем сколько он там по размеру но походу мы его видели почти от нашего дома он с горы почти сначала скатывается на середины высоченные мне кажется вообще чем ближе к водопаду тем интереснее дорога становится единственными в шлепках конечно это минус вот такой вот подъем нас ожидает довольно таки резкий добрались до водопаду только если как вы видите конечно не это по дороге было на 1 с первого раза не получилось забраться потому что там если честно такая местность и горная если вот видео посмотреть там получается надо карабкаться прям как по камням они скользкие и мы сегодня в шлепанках попытались пройти прям почти дошли уже но через трубы там перелазить пару раз надо было и так как очень неудобно стало и шлепки скользили потом началась еще такая легкая грязь на грани падения были поэтому решили оставить эту затею с кроссовками вот мы не сдались ни в коем случае это просто не по плану был этот подъем сначала почитали видно не о том водопаде немножко поехали более такую гористую местность припарковались пошли по тропинке сначала более-менее нормально все было но потом нужны кроссовки обязательно мы заберемся заберем заберемся на самый получается хотелось бы конечно самый подъем но я не буду это говорить но вряд ли потому что там тоже такой вот пологий ход и вряд ли есть объезд потому что мы дорогу посмотрели вроде там не подступиться сверху к нему хотелось бы конечно посмотреть и сверху и снизу на тот водопад этот водопад честно говоря мэп смене не указывает как называется водопад на самом деле высокий сколько метров я не знаю камера не знаю передает или нет обязательно подпишем в этом видео снизу как он называется если узнаем потому что добраться до него не составит и труда 15 минут и просто остановиться посмотреть перед горячими источниками вообще просто класс на самом деле вдохновляет поток серьезный и классно он так об гору падает и разбивается я думаю если будет солнце если она выглянет здесь она как я понял очень редко то будет это все с радугой добавил вдобавку всему скорее всего решили на водопадах ехать все-таки несмотря на погоду на горячие источники и как видите уже раза четыре пять может быть погода менялась мы решили просто не снимать свои дождевики и по дороге в принципе когда меняется часто температура от холодной в теплую мы не испытываем никаких прям таких колоссальных изменений у нас они сначала набирают тепла потом отдают так что ехать еще 30 с лишним километров ничего не снимаем потому что очень живописно но я на самом деле просто забыл бокс и без бокса мне кажется промокнет камера насквозь дорога у нас получается заняла где-то два с небольшим часа пока что мы боимся на самом деле идти далее пахнет яичками и вот такая вот хижина стоит и написано hot spring короче сейчас может поднимемся единственное там успокаивает что 600 метров вверх написано вполне возможно что нужно будет подняться колес короче пробили поэтому так долго еще почему-то здесь серый не воняет деление есть лаки и боруа это как мужчина и женщина соответственно кто где надо будет до догадываться потому что мы местного языка не выучили так прям идеально но источниками не пахнет окей он и он лизы с яс вот получается так внутри будет и сразу залазите и там уже вылком написано и сразу там источники серый мужчины головы как бы умываются но мы этого снимать не будем окей сеньки вермач я не стал снимать там два дедуськи стояли с кошечками обливали себя блин здесь еще такая тема не прикольно в семь часов надо байк сдавать и неважно во сколько ты его берешь от 7 утра и в 10 утра платишь ты за как за сутки вообще не как бы не камильфо получается в таиланде как бы гораздо прикольнее эта тема но здесь виды конечно просто убийственные сняли мы байк кстати за 120 тысяч можно за 100 а можно даже за 90 но 120 потому что мы на отшибе вот в первом месте остановились поэтому у нас как бы мы решили что проще будет за 120 снять и не спечься на солнце днем жарила будь здоров мы бы сгорели наверно нафиг и 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 аккуратненько надо и на и и и и Субтитры сделал DimaTorzok